Продолжение следует... 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 получая некое эстетическое удовольствие, скажем так, да, и вот мы сейчас попытаемся о музыке говорить с позиции непрофессионалов, да, ну, может быть, вот Соня может быть вставит какие-то, может быть, со стороны профессионалов какие-то, может быть, дополнения, но я думаю, что нужно ли это будет, мы выясним в итоге. Под кому, под кому? Не, ну, я даже, например, если честно, музыки настолько профан, что для меня даже вот нотная запись, это вот нечто, как вот какие-то иерогии. То, что мы насчет собираемся разговаривать, мы же собираемся не о способах нотной записи, не о чем-то таком, мы собираемся быть о философии музыки, обязательно быть принципантом. Хорошо, параметры звука, вот что такое тембр, да, там, что такое? Это касается философии? Не знаю, правильно. Не касается. Не касается? Нет. Ну, ладно, тогда, если подходить теперь к музыке вот с такой позиции слушателя, да, с позиции простого человека, который может только воспринимать музыку цельно, то есть, ходить из того, что вот он слушает, и у него возникает некое эстетическое впечатление, и он может обсудить об этом впечатлении. То, что такое музыка? На самом деле, вот, Шопенгауэр и Ницше, можно их брать вместе, потому что именно они вместе обсуждали эти вопросы, когда общались. Ты сказал Шопенгауэр и Ницше, да, на самом деле, Шопенгауэр первый начал, как бы, да, общались с Вагнером и Ницше. То есть, Вагнер композитор, а Ницше... Я сижу и думаю, как это не общались. Да, 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 я это оговорился. Так вот, вопрос-то в чем состоит? Что Шопенгауэр ввел такое понятие представления мировой воли, да, и форма, наиболее полная форма выражения этой воли вот осуществляется в музыке. Да, что вот музыка как-то должна как-то олицетворять эту мировую волю. Причем тут интересно, что если мы берем вопрос, раз мы по сравнению с музыкой, сравним, если мы берем музыку и сравним с другими видами искусства, то вот тут вот замещают такую характерную особенность, что музыка – это обязательно искусство временное, да, которое обязательно расположено во времени и связано с переживанием существенного возраста. То есть в музыке мы на самом деле как-то захвачены всегда, да, то есть музыка всегда имеет над нами власть. Вот в отличие, скажем, от живописи, от скульптуры, от всех других пластических искусств, да, где мы, по-моему, всегда отстранены. То есть мы, конечно, тоже там можем быть захвачены, но тем не менее мы как бы вот пространственно отстранены, как бы отделены от произведений искусства. И мы, можно даже сказать, что мы почти не вовлечены. Чтобы быть вовлеченным, нам нужно какое-то усилие свежее, да, мы так не заинтересованно можем взирать на картину или на произведение искусства. Оно может вызывать у нас эстетическое удовольствие, может не вызывать. То есть мы относимся, скажем так, в пластических искусствах к произведению искусства как-то свободно. И в этом как раз смысл того, что вот эстетическое, да, вот оно какое-то такое незаинтересованное, вот как Канта это обсуждает. Да, что оно такое, как бы, целесообразность без цели, да, такая. Но вот музыка, как бы, она особняком стоит. И когда звучит музыка, мы не можем вот так вот просто абстрагироваться и быть какими-то незаинтересованными. Нас музыка сразу вовлекает в процесс, нас либо она раздражает. Ну она может быть фоном, многие, ну сейчас даже очень распространено, музыку включают как фон. Музыка понятна как фон, но мы не можем, вот тут я хотел бы заметить, что это нечто, которое вот врывается в нашу жизнь, даже в ней, в музыке есть какая-то власть. Вот к чему я иду. Вот в произведении искусства власти нет, вот у нас стоит какая-то картина. Стоит она или не стоит, есть она вообще, замещаю ее или нет, для меня это, меня это никак ничему не обязывает, да, то есть меня она никак не захватывает. Может захватить, если я захочу. То есть я, если захочу, я могу отдаться некоторому, некоторому впечатлению эстетическому и быть захваченным видом каким-то, картины, там, не знаю, там, зданием, там, ландшафтом, неважно, да, вот, неважно, что меня вовлекает. А вот музыка, она всегда вовлекает, вот что я хотел сказать. Даже если она фон, то мы все равно ее слышим, и все равно как бы вот с этой, она как-то на нас влияет. Причем она именно потому на нас влияет, что мы находимся во времени, и она во времени. То есть музыка очень сильно связана со временем, она, а мы как субъекты, да, как сознание тоже связаны со временем. То есть в каком-то смысле музыка, ну если уже как бы так пытаться что-то, пытаться понимать, что это такое, да, пытается нашему сознанию навязать себя. То есть чтобы мы полностью утонули вот в этой музыке. То есть музыка стремится заменить, вот у нас есть сознание, в этом сознании рождаются какие-то образы, да, вот есть какая-то внутренняя жизнь, допустим, есть какая-то наша внутренняя воля, да, а музыка пытается эту волю заменить своей волей. Причем это происходит не потому, что музыка воля имеет, да, а потому что музыка во времени. Мы как бы проживаем время во времени музыки. Не просто абстрактное время свое, но здесь некое внутреннее свое время. А вот есть некое время музыки, вот как, причем музыка ритмичная, да, она заставляет нас проживать свое, это время музыки ритмично. Музыка медленная, соответственно, расслабляющая, она нас расслабляет и так далее. То есть музыка на нас влияет. И поэтому, конечно, эта интуиция с тем, что музыка связана с какой-то волей, она, мне кажется, вполне плодотворная. И можно о ней рассуждать. Не знаю, как она относится к мировой воле. Можно ли говорить о том, что какая-то мировая воля. Но можно говорить о том, что любая музыка... Может быть, точно так же. Ты сказала, что музыка не имеет воли, просто она временная, и поэтому там... Может быть, и мировой воли никакой нет, просто есть время и всё. Ну, можно так говорить. Но это же любая философия, она как-то иначе является теологией. И она пытается к последней причине возвести. Можно эту последнюю причину не усматривать в виде мировой воли, а можно попытаться и усматривать. То есть если обсуждать, что такое время, да, и как бы возводить это время к чему-то, то можно было бы говорить о том, что есть какое-то... Если мы говорим просто мировое время, это было бы смешно, да, что вообще время – это как бы некая абстрактная категория. А если нам нужно некое тело этого времени, если мы говорим о мировой воле, да, имея под волей вот эту вот временную категорию, то тогда это вот некая вроде как сущность, да, которая может развиваться как-то в мире. То есть если у Гигеля развивается дух, да, мировой дух, и тогда вообще было модно как бы вот найти какое-то единое начало, объясняющее всё, да, то у Шопенгау развивается мировая воля. И причём у него эта мировая воля, она развивается... Ну, прежде всего, речь, конечно, идёт как бы о живом ведь, да, ведь как бы откуда берём? Почему это именно воля, да? Потому что речь идёт о том, что всё живое, оно стремится к некому самосохранению, да, к некому продолжению рода, и во всём этом помимо желания всего этого живого осуществляется некая воля. Вот есть некая единая воля того, что все живые организмы куда-то вроде как стремятся. У них потому что есть некая целесообразность в том, в том, что живые организмы же не просто живые как бы существуют. В отличие от камней, у них есть некая внутренняя целесообразность. Вот эта вот внутренняя целесообразность, это можно усматривать её целесообразность в том смысле, что есть где-то впереди цель, а можно считать, что этой цели нет, что эта цель как бы такая бессознательная, но указывает на то, что вот есть воля, которая всё это толкает куда-то. И пусть даже этой цели конечной нету, но есть изначальный импульс, да, который проявляет себя во всём живом. И Шопенгарм любит там обсуждать там всякого рода как, как устроены различные там поведения организмов там в природе, как пауки там поедают друг друга и прочее. Ну это не очень интересно, я даже не знаю, зачем он в эту сторону пошёл. А как раз Ницше, для Ницше воли, самая главная характеристика для него была не просто воля, да, причём воля трактуется как воля к жизни, а именно воля как в смысле вот параметра власти, что воля всегда есть, не просто воля, да, потому что сказать, что воля есть воля к жизни, это сказать, что просто воля есть, и всё. А какой параметр в этой воле главный самый? Вот это вот власть. Воля всегда есть воля к власти. То есть всякий раз вот это вот, причём я не помню, чтобы он обсуждал, что это вот мировая воля, есть какая-то там специфическая какая-то воля. Он на самом деле, по-моему, просто использует принципы, как раз обсуждает волю и говорит, что вся воля, которая проявляется в мире, вот она носит характер воли к власти. А в чём смысл? Смысл в том, что она пытается себя распространить, продублировать, как бы, да, расширить свою власть, то есть расширить свои горизонты, свои влияния, как бы, да, там, подавить другую волю и прочее. То есть возникает нечто, да, вот то, что можно было бы назвать волей, которая, наверное, саждает всё, всякого рода своё во всём. Хочет видеть своё во всём. А музыка в этом отношении просто является примером. Причём, как бы, он как раз и переходит к нитше, да? Чтобы лучше видеть тебя. И переходит как раз к обсуждению того, что музыка – это пример, а на самом деле надо обсуждать не только музыку, а вообще любое искусство. И вот у него возникает два вида искусства, да, пластического рода, типа полонического искусства, в котором смысл состоит в том, что есть некого рода, как бы, вот созерцательное такое отношение к жизни, да, созерцательное отношение к миру, где, как бы, есть определённого рода мера, что, вот как вот я говорил, оно как что относится к человеку, это относится как-то созерцательное, в том смысле, что человек не может относиться несколько свободно, да, там. И вот есть и другое движение жизни, а это дионисийское. Вот оно как раз связано с музыкой, да, оно связано с внутренним проживанием, некоторым переживанием. И вот он выделяет эти два направления. То есть, фактически, это просто продолжение того, что говорит Шопенгарм, только вот обсуждается вот это различие пластического искусства и искусства такого дионисийского, да, которое связано вот с некого рода экстасисом, да, вот с некого рода бурными переживаниями. Это очень важно, чтобы именно переживание, потому что это вот некого рода временные такие вещи, да, то есть, связанные со временем. А время у нас, как мы уже говорили, что оно связано с музыкой. То есть, вот такая череда такая, да, вот музыка, воля, время, дионисийское, как бы и пластическое искусство, где тоже присутствует воля, только другая, да, там воля созерцательная. И с пластическим искусством связано то, что называется видимость, да, вот у Канта, когда Канта обсуждает пространство и время, как форму чувства, да, вот у него вот есть, у него понимание созерцания имеет такой характер, не есть некоторая отстраненность. У Шопенгавра просто в это входит такую противоположность, как мир, как воля и представление. Вот есть вот некое представление, то, что связано с апполоническими, есть как мир, как воля, то есть мир, как дионисийское. То есть, фактически, еще раз, я думаю, что в своем произведении, рождение трагедии из духа музыки, Ницше просто еще раз изначальное различие Шопенгавра провел просто, другими словами. Он про углубляется, он подробно говорит о пополоническом, он обсуждает там, что такое трагедия, да? Он обсуждает экстаз этот денисейский, говорит о том, что там, ну, это выход, по сути, ну, да, в безличную мировую волю. То есть, когда, этот гений, да, гений творческий прогружается в этот экстаз, ну, как бы, пока он туда не вышел, он вот в этом, в этом денисийском, вот. Но произведение искусства, как таковое, как осуществленное в мире, оно не может быть, не может быть сотворено только, ну, через денисийское начало. Потому что, чтобы его сделать, нужно оформить все эти денисийские переживания, или что-то там еще, вот, выйдя оттуда, нужно это оформить. А оформляется эта форма, форма, это аполоническое. Вот. Поэтому любое произведение искусства, оно, как бы, оно сотканное из двух из этих начал, и не может быть... Ну, это не любое, опять же, музыка стоит особняком. У музыки вот такой формы, которая, как ты говоришь, созидцательная. Просто в музыке... А музыковеды, что тебе скажут, которые разбирают все сонаты, математика, алгебра и гармония по этому. Там же есть, кстати, математический аппарат очень сильный. Нет, это понятно, что можно пытаться теорию музыки сформировать, описать ее каким-то образом. Но сама музыка, сама музыка, она не имеет этой формы созидцательной. Я бы так тебе сказала. Поэтому стоит разница из-за пластического искусства и музыки. Ладно, что-нибудь заберетесь, мне не дают. Ну, давай, расскажи. Я считаю, что музыка наиболее приближена к динитическому началу. В ней, как таковой, самой по себе, конечно, аппланического нет. Но, вот, когда композитор ее записывает, то есть, когда он ее услышал у себя в голове и начал записывать, как бы, реализовывать или, там, перекладывать для разных инструментов, вот тогда вот эта вот мелочь, как записывание нотами при переложении, вот этой, собственной к музыке, но не в этой отношении. Когда музыка звучит, то, конечно, никакого аппланического нет. Вот. Но, как бы, это приложение, application, понимаешь? Ну, как это, когда музыка звучит, такого нет? Ну, никогда она не звучит так, до нот, понимаете? Потому что, даже если этот композитор, вот, как бы, вот он еще не записал, но у него музыка рождается, ну, как бы, он нагружен всем тем образованием, которое получил, почему он вообще в этих нотах пишет ее, а не в других. Даже не то, что у него там вот так вот душа поет. Очень много всего. То есть вы хотите сказать, что фиксация музыки в нотах, она существенна для самой музыки? Я думаю, что не существенна. Ну, как? Ну, а почему же она всегда тогда такая? Это и есть то самое параболизующая, апологическое... Нет, но здесь можно просто провести аналогию. Фиксация текста литературного в словах, она же существенна? Ну, почему? Потому что слова будут читать... Знаете, почему существенна? Потому что слова будет читать, как бы, читатель, и он через слова будет пытаться, как бы, ну, проникнуться, вот, эстетическим... А музыку слушатель не будет читать, он будет ее слушать. Да, музыку будет он слушать, и для него музыка не существует в виде записи. Ну, скажем, для специалистов она существует в виде записи, наверное, да. А для слушателя, конечно, музыка существует всегда только в виде записи. Так где? Почему же тогда пишут в этих нотах-то? Еще раз, что зафиксировать, зафиксировать, да? Фиксировать. Ну, а почему... Ну, как... У одних один строй, у других другой, у третий третий. У индийцев есть там четверть тона. Понимаешь? У японцев там или у китайцев там свой строй. Это... Тут очень много как бы аполонического и математического, на что вы закрываете глаза. Вот-вот как бы разродилось у человека, и он пишет музыку. А путь пишет он стандартные вот эти движения, нагнетения, разрешения. Понимаешь? Все почему-то, особенно если там простой человек начинает писать музыку, у него получается вот можно с точки зрения до ноты, да, предсказать, как у него будет музыка развиваться. Что ж это такое? Не, ну, согласен. Есть, наверное, какие-то законы построения, например, аккорда. Например, не всякого рода ноты будут звучать как аккорд. А аккорда может звучать только определенного рода ноты, да, и... Ну, не только наверное, аккорды, есть какие-нибудь другие, наверное, явления, которые имеют какую-то там математическую природу в виде того, чтобы они их как созвучие, да, определенного рода ноты, длительности, они могут считать совмещенными. Более того, в этой музыковидении понятия такие, что разные созвучия, допустим, о том, как они на нас воздействуют, что вот в этом ладу, вот это созвучие, оно тяготеет к этому, оно нас тянет сюда, оно хочет разрешиться сюда, то есть, когда мы слушаем, мы ощущаем то-то или то-то. Нет, то есть, а когда мы слушаем, нам это важно, вспоминаем ли мы о созвучиях, вспоминаем ли мы о том, как нода записывается? Про то, как композитор говорит? Ну, например, когда мы читаем литературное произведение, мы как-то вспоминаем, да, как слова звучат, какие слова подобраны, например, если мы слушаем стихотворение, нам всё это важно становится, а когда мы слушаем музыку, кроме того, что она зазвучит, нам ничего не надо остального. Нам не надо знать всю эту технику, которая стоит за тем, что это произведение создано. А когда мы смотрим на картину, мы тоже не вникаем. Да, не вникаем, именно, не вникаем. Но, тем не менее, мы понимаем, что всё-таки это техник. И в музыке также понимаем, да, что это техник. Не, ну просто бывает, потому что разные картины. Бывает ли разная музыка? Вот так, как бывают разные картины. Бывает графика, да, бывает, там, допустим, пейзаж, там, портрет. Бывает. То есть и в музыке тоже такие различные есть? Ну, скажем, там, сольная какая-нибудь музыка и, там, не знаю, симфоническая. То есть можно считать, что форма в музыке – это просто разнообразие стилей, да, разнообразие жанров музыкальных. Так, что ли? Ну да. То есть всё-таки форма присутствует как просто различие различных музыкальных жанров. То есть можно писать, допустим, рок, можно писать симфонический музык. Нет, нет, давайте так вот. Есть же, как бы, ещё там птички поют, да, вот птички поют, вот, голоса природы, звуки и так далее, шумит там, не знаю, море. Это же тоже мы акустически воспринимаем, это может быть нам приятно и неприятно, но оно неорганизовано. Мелодически, ритмически. Вот о чём идет речь, о том, что музыка всегда ритмически и мелодически организована. Нет, ну и современные виды музыки, где просто какая-то какафония, с моей точки зрения, но тем не менее она считается своего рода музыкой. Ну, это, давайте, как бы, это сложный разговор, но как всё равно, что сразу там, не начиная говорить про философию вообще, сразу к плюс-муэндернизму перейти. Ну, я согласен. Вот. Не обсудив ни греков, там, никого. Так вот это, важно, что музыка всегда ритмически и мелодически, ну, как бы, высотно организована. И эта организация, это и есть, как бы, не движение какое-то, порыв души, а всякая организация, это диктат Аполлона. То есть, всё-таки, в чём, давайте ещё раз зафиксируем, что с чем связана Аполлоническая? Она связана с формой, действительно. Соня правильно замечает, что это именно главная характеристика, да, что есть некая форма, да, вот эта форма пластическая. А здесь у нас тоже какая-то есть форма, можно ли её считать, что она подобная форма? Она другая какая-то, но она есть. Ну, типа архитектоники это называется, архитектоник. Здесь какая-то другая форма. Архитектоническая форма, можно сказать? Ну, да, да, там это, как бы, соотношение эритмической структуры и соотношение высотное, понимаешь, вес, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, наверное, правильно, не знаю. Можно ли говорить, что вот такая форма относится к Аполлоническому? Просто надо, может, тогда говорить, что есть просто различные виды форм. То есть есть форма, которую мы знаем в Аполлоническом, пластическое искусство, да, некая внешняя форма, пространственная форма, прежде всего. А есть форма, которая тяготеет к временной форме, да, вот, как ты говоришь, эритмическая, там, архитектоническая форма. Как у Канта есть две формы чувства пространственными, да, и точно так же искусство, вот, разбивается на некого рода искусство пространственное, да, относится к пространству. Суть-то как раз в том, что... И относится ко времени. Представим, как бы, вот, проблема-то в другом, в том, что музыка переживается как переживание, да, и в этом эритмическая, но можно ее расположить как бы в чистом пространстве, в чистом пространстве, без всякого времени, используя вот эти вот эритмические, высотные структуры. Как это будет сама музыка? Или просто это некая фиксация записи некоторых? Черт узнает. Можно сказать, мыслить музыку можно так. Так ее мыслят. И она как бы, от того, что она переживается, она в то же время, вот, как бы не перестает быть, вот, и этой структурой. Она все-таки есть. Коль скоро мы захотим помыслить о ней, мы все время будем натыкаться на вот это вот апполоническое и мыслить будем ее чисто пространственно получать. Просто я сомневаюсь, что время можно редуцировать в пространство, в буквальном смысле. То есть время можно убрать, да, можно какую-то временную последовательность зафиксировать в виде пространственной последовательности. Как вот и в физике мы так делаем, да? Ну да, да. Он, мы время фиксируем как некоторого рода пространство. То есть просто специфическое пространство. Ну вот так же, да. Верное пространство, где одна из составляющих этого пространства является временной составляющей, специфической такой, да? Так вот, Берксок как бы замещает по этому поводу, что мы тем самым время редуцируем пространство и неправильно его понимаем. Потому что время – это некая длительность. И вот я, честно говоря, с ним очень хорошо не знаком, но вот эта вот его мысль как бы понимает, да, что время надо как-то понимать, исходя из этой вот временности. То есть время должно остаться временем, не должно ли быть редуцировано пространство. Ладно, там физика это делает. Да, ну как? Это проблема физики. А вот если мы пытаемся понять, если мы пытаемся всё-таки заниматься философией, нам надо время, понимать изнутри времени. Как это сделать? Время вообще сложное сущее. И Шкадигер его обсуждает, и так, кто только его не обсуждает, как бы, и нельзя сказать, что вообще мы что-то можем в этом понять. Да что ты говоришь? Это что такое? Проблема. Ну давай, скажи. Скажи, скажи про меня. Ну? Просто если пытаться дальше двигаться и обсуждать от этого вопроса, и мы уже какие-то ограницы очертили до того, что философы, в принципе, по этому поводу сказали, то можно сказать, на самом деле, что, возможно, вообще существование музыки связано с тем, что мы обладаем сознанием. Мы когда вот изучали сознание, да, и я говорил о том, что сознание стоит во времени, да, в таком. Ну, правда, вот это состояние сознания во времени надо было понимать в таком метафорическом смысле, да, потому что в каком-то астрономическом времени ничего, конечно, не стоит, да, всё в это время не двигается. Но если мы берём в качестве точки отчёта свой, каждый из нас берёт в качестве точки отчёта своё личное пространство, то есть своё личное сознание, да, вот это вот его сознание, оно, являясь точкой отчёта, оно как бы стоит во времени, да, и потому что относительно этого сознания всё остальное движется. Ну, что такое, как бы, музыка, да? Это некоторого рода движения во времени, да, то есть мелодия, это вот определённого рода звучание нот во времени. Каким способом мы можем эту мелодию воспринимать? Как это возможно? Это возможно только в том случае, что если мы относительно этой мелодии остаёмся себе равными. Одна нота звучит, другая начинает звучать, другая заканчивает звучать, да, вот возник, вот этот идёт цук, вот этот, да, мелодический цук или там, звуковой цук. Цук. Да, и наше восприятие этого времени, оно не является восприятием как в точке, да? Да, мы же временем как воспринимаем, что вот есть прошлое, настоящее, будущее. Получается так, что как будто бы мы являемся некой точкой, да, в настоящем, и время как бы сквозь нас проходит, да, мы вот эта вот точка. На самом деле это не так, вот в этом настоящем мы не являемся точкой, а мы как-то во времени растянуты. Именно потому, что вот мы можем вот эти вот различного рода моменты времени сшивать. Да, и вот это что такое мелодия? Это ведь нечто цельное. оно может восприниматься как цельное, если мы, сохраняясь во времени, сохраняемся не только как бы в настоящем, да, если говорить языком вот этим, а как бы и в прошедшем, и в будущем. То есть я уже не знаю, как это устроено физиологически, может быть, это осуществляется тем способом, что мы помним, да, вот музыка звучит, нота, да, она может уже перестала звучать, начала новой звучать, но мы помним о ней. И у нас вот эта вот память, она сшивает как бы, да, вот это нечто в единое целое. То, что уже звучало, и то, что звучит, и то, что прозвучит, а то, что прозвучит, мы как бы предчувствуем, да, потому что вот есть некоторого рода нелогичность, да, вот определенного рода законы, ну, мы просто в течение жизни к ним привыкаем. Это, может быть, и называется слухом, да. Мы привыкаем к тому, что вот мы примерно предчувствуем, что будет звучать. Вот как в стихотворении, когда идет некого рода размер, мы понимаем, что вот окончание определенного рода повторяется, да, есть некоторый рода ритм, и когда мы доходим до определенной строчки, мы уже понимаем, как она должна ритмически закончиться. То есть у нас есть уже предугадывание, что произойдет, да. Поэтому мы, может быть, не знаем, какое слово, да, но какое-то вот предчувствие этого слова, да, как не любое же слово, да, а именно определенное, да, например, определенное, имеющие определенное количество слогов, имеющие определенного рода окончания, допустим. Если оно становится вдруг неожиданным, возникает этот эффект эстетического удовольствия. Что слово так, это же как складывание такого конструктора, вот как бы нанизывается в пазы конструктор, нанизывается, нанизывается, и когда последняя деталь в этом нанизывании, когда доходит до последней детали, и вот сихотворение прочитано, читаете, и вот некая есть деталь очередная. И когда она вот очень ладно входит в пазы, ну просто физически просто чувствуешь, да, когда произносят это слово, и ты понимаешь, что вот именно в этот момент наступает какая-то вот катасис какой-то возникает, да, вот какое-то особое переживание поэтическое. Так же, мне кажется, с музыкой, да, что вот мелодия звучит, и когда вот возникает вдруг определенного рода нота там-то, какой-то тональности, я говорю, нота, конечно, а вообще, говорят, звучит сразу много нот, да, я только чтобы пояснить. Вот когда она вот так вот так же вступает, и таким же образом вот в эти пазы входит, мелодический, тогда и возникает вот такое ощущение переживания, наслаждения от музыки. И наоборот, когда, например, вдруг возникает неожиданное, резкий какой-то звук, да, который не ожидаешь, да, какой-то ломающий всю конструкцию эту мелодическую, то может возникнуть, наоборот, отвращение, да, можно вот и испуг даже может возникать, потому что именно от звука почему-то, вот я вот, всегда возникает сильный испуг. То есть ты, например, видишь какую-то картину, тебе это может не испугать. Даже картина очень ужасная, там, какие-то кровопролития какой-то, там, не знаю, там, все что угодно, да, там, может увидеть и, в принципе, отнестись к этому равнодушно. Но почему-то вот от звука аж прям подскакиваешь, если этот звук какой-то резкий такой, да, допустим, как гвоздем по стеклу или там что-то такое в этом роде, пенопластом, можно сказать, по стеклу, да, как их двинешь, и сразу подскакиваешь. Причем это не только наша реакция, это реакция также животных, если там резко хлопнуть, да, животное, неожиданно, то животное аж подпрыгивает. Видишь, проверили. А почему? Потому что с точки зрения жизни звук является более важной сигнальной системой, чем зрение, потому что звук раньше приходит, чем мы можем увидеть. Так что вы видите, надо, может, всегда видим какое-то такое определенное количество пространства, да, нужно успеть обозреть, нужно повернуться на 360 градусов. То есть зрение, оно, с точки зрения сигнальной системы, оно не очень удачная вещь, да, потому что оно, оно, конечно, имеет дальнодействие, но оно, мы не можем, опираясь на зрение, быстро реагировать. А звук, он приходит с любой стороны, ему, может, нам для этого не нужно как-то специально к этому звуку поворачиваться. Мы просто можем в любом позиции находиться и что-то слышать. Поэтому звук, вот, в смысле самосохранения, более важная система. Ну, это как бы отвлекся. Так вот, по поводу мелодии. Так вот, наше сознание, оно во многом похоже на вот эту мелодию. Только эта мелодия, как бы, то есть вот мелодия, которая замерла, да, вот, все мелодии, они имеют начало и конец, но как бы пробегают мимо нас. А вот наша мелодия в виде сознания, она просто замерла во времени, да, и представляет вот собой нечто такое, как вот точку отчёта всякого времени. Вот как раз Александр Балачев, да, предлагает для этого вводить понятие темпоральности. То есть утистенькая наша темпоральность, это наша вот растянутая во времени, наши габариты во времени, относительно которого всё остальное временное также существует. И мелодия становится мелодией, да, а не чем-то таким, что проходит через некую точку, да, как бы вот цепочка какая-то, которая во времени проходит через точку, а мы в точке находимся настоящего. Нет, мы воспринимаем времение, исходя вот из этой вот растянутости во времени. Поэтому мелодия для нас представляет собой нечто так же темпоральное. И вообще говоря, вот это вот, поскольку вот у нас есть сознание, для нас вот такой аспект мира, как время, становится как бы чем-то настоящим. По идее, если бы мы воспринимали время как всегда точечно, то есть мы знали бы только точку настоящего и не понимали бы прошлое и настоящее, то мы бы никогда бы не знали, что есть время. Чтобы знать, что есть время, надо, чтобы было сознание, которое во времени стоит. Потому что для того, чтобы вообще время проживать, нужно нечто, чтобы во времени стояло. А мы должны относительно этого нечто, себя с этим нечто ассоциировать. Вот есть наше сознание, возвращаясь к разговору, оно стоит во времени, и мы себя с ним ассоциируем. И благодаря этому, вообще говоря, время для нас есть как нечто реальное, как то, что разворачивается перед нами. То есть мелодии звучат, какие-то движения совершаются. Всё, что происходит перед нами, мы понимаем, что время является как бы структурой, которая относится к реальности. Хотя, как бы, если думаться, если про пространство можно обсуждать, является ли пространство ничем-то реальным или нашей формой чувства, и всё-таки как бы здесь трудно доказывать, что является формой чувства, то относительно времени ведь непонятно на самом деле. Может быть, временность — это мы привносим мир. То есть у нас есть сознание в виде некого темпорального объекта, с которым мы сами себя ассоциируем. И всё остальное относительно него движущееся становится как бы для нас временным. И приобретает вот эту характеристику темпоральности, временности. То есть мы являемся той точкой отсчёта, относительно которого вообще появляется такое измерение, как время. Ну, тут вот, если вот исходить из этой вот концепции, да, и оценивать, что такое мелодия. Вообще говоря, в каком-то отношении получается, что для нас музыка, вот в отличие от других видов искусства, есть наслаждение собой. Вот, если и других мы искусствуют, мы смотрим, допустим, на какую-то картину, смотрим на статую, мы там собой не наслаждаемся никак. Потому что всё это как бы от нас иное. Ну, конечно, картину кто-то рисует, конечно, скульптуру или здание кто-то строит. Но, тем не менее, мы отстранены, мы созерцательны, да, вот мы смотрим на это и понимаем, что это не мы, это иное. И вообще, всё, что в пространстве от нас отброшено, всё-таки, это мы не можем, нам очень трудно сказать, что это тоже наше, да. Как-то вот изначально себя отличаем от всего пространственного, всего, что лежит вовне. Да, вот, по сути, даже слово «вовне», оно само по себе указывает на некую пространственную характеристию. А во времени, вот время всегда наше. Вот трудно понять, как это время могло бы быть чужим. Любое из нас, вот, когда это происходит в своём времени, оно всегда наше. А мелодия, как нечто, находящееся во времени, она именно может, и может восприниматься, как восприятие самого себя. Конечно, мелодия может тоже отнестись внешним образом. Можно. Но можно также отнестись, как будто бы... Дело в том, что мы как бы... Мелодия формируется благодаря тому, что у нас есть точка отчёта в виде сознания, которая стоит во времени. Она формируется благодаря вот этой точке отчёта. То есть мелодия существует для нас как мелодия, не как вот просто нечто такое непонятное, а именно как мелодия. Только благодаря тому, что мы способны её воспринять как мелодию. То есть что вот у нас есть такая вещь, как сознание, на которой как бы во времени стоит. Относительно которого вот это вот некого рода течение приобретает характеристику времени. И поэтому с музыкой связано именно переживание и наслаждение самим собой. Поэтому вот музыка такая, всегда кажется такая глубокой такой, кажется. Там мы слушаем музыку, и если она нам нравится, то там прямо вот как будто бы основание мира в этом проживается. Как будто бы вот прямо весь фунд... Всё, что только есть в мире, да, фундаментально, как будто бы вот оно вот прямо развертывается перед нами там. Причём развертывается не в виде каких-то пластических образов, да, а просто в виде вот некоторого фундаментального переживания, да, вот в некотором виде бытия. То есть мы воспринимаем музыку как вот собственное... Как собственное бытие, да, но не бытие абстрактное, а вот реальное, конкретное бытие. Причём, я говорю музыка, да, она звучит как-то вовне. На самом деле музыка всегда... Вот, например, у меня очень часто просто внутри музыка звучит. Да. Просто ты, я просто без неё не могу. То есть я не могу как бы находиться в тишине, у меня постоянно что-то внутри звучит. То есть более того, это получается, что мы не только склонны музыку слушать, да, как то, что нам преподают, а мы просто и есть музыка. Я уже говорил, что сознание может быть и есть музыкой некоторого, как застывшая мелодия, да, вот как постоянно воспроизводимая. И то, что нас цепляет, там мелодия просто, которая нам нравится, они просто синхронизируются вот с этой нашей мелодией, нашей темпоральностью в виде вот этого стоящего времени сознания, да. И есть нечто, что с ней как бы находится в неком резонансе, это нам нравится, а то, что как бы диссонирует, это мы как бы, нам не нравится. И поэтому в неком отношении музыка – это очень человеческое. Надеюсь, что животные могут музыку воспринимать? Ну, он не обращает внимания. Только если вот громкие звуки, которые могут испугать, он пугает вот это, да. А так, я не замечала никогда, что какое-либо животное слушало музыку. И поэтому неудивительно, конечно, что Ницше и Шопенгауэр, они возводят к музыке вот это фундаментальность мира, да, то есть они говорят, что именно в музыке вот как-то вот это вот бытие, как оно есть, да, вот вся трагичность мира, вот весёлая глубина, фундамент, вот всё, вся судьба мира как бы, да, вот она как-то сконцентрирована. Ну, Ницше пытался это также через трагедию показать, но важны не какие-то формы, да, в которые превратает конкретно звучащая музыка, да, а важен сама, сам принцип, да, что почему это так вот для нас важно. Дело не в каких-то особых свойствах музыки, а дело просто в нас самих. То есть мы так устроены, на самом деле, мы так расположены в этом мире, что, возможно, такая характеристика, как временность, возможно, такая характеристика, как у объекта, да, и мы можем, если мы эти объекты благодаря нашему искусству некоторым инструментам просто поформируем, да, то есть придаём им некую форму, доплатим, форму, звучащую форму, то вот возникает музыка. И в этой музыке вот мы наслаждаемся собой. Почему собой-то не могу понять? Ну, потому что мы тоже музыка. Совпадаем, потому что... Да, потому что мы резонируем с этим, потому что мы в музыке переживаем себя. Надо смотреть как. Если бы, вот, допустим, музыка не звучит, да, и у тебя есть две возможности. Либо внутрь себя, вот, рефлектировать себя, да, либо обратиться к тому, что вовне. Ты обращаешься к тому, что вовне, и в некотором отношении ты сама как бы исчезаешь, да, то есть как бы ты растворяешься в некотором соизыцательности некоторых, так, тех объектов, которые перед тобой существуют. Ты как бы даешь свою жизнь, да, вот, всему тому, что перед тобой разворачивается. Краска в некотором роде фигурам, там, образом, да. Вот перед тобой это все разворачивается. Но иногда ты можешь вдруг как бы отринуть весь это внешнее, все это внешнее многообразие, и раз, сосредоточиться на себе, да, и рефлектирует внутри себя, о себе самом, да, то есть сосредоточиться на рефлексии. Так вот, музыка – это такой объект, на котором ты можешь сосредоточиться, вроде бы как, да, ты ее переживаешь, но тем не менее она тебя откидывает к самому себе. То есть это одновременно и восприятие, и рефлексия. То есть музыка, она вот, это именно такой объект, который заставляет нас рефлектировать. В этом проблема. То есть в музыке именно потому есть наслаждение собой. Что такое наслаждение собой? Это как раз рефлективная позиция. Она есть наслаждение собой, она отбрасывает нас к самим себе. В этом объекте мы достигаем как бы одновременно и некоторого восприятия, и переживания самого себя. И переживаем нечто иное, объект, и самого себя. И это происходит одновременно. В этом как бы вот и произявляется фундаментальность. Мы как бы не разрываемся, да. Вот у нас есть восприятие пластических образов отдельно, там, каких-то внешних пространственных образов. И отдельно есть рефлексии. И мы как бы раздваиваем мир, да, на мир, который в пространстве, и в некоторый внутренний. Вот этот рефлектированный мир, да, внутренний мир. Есть внешний мир, есть внутренний. Так вот в музыке как бы схлопывается внешний и внутренний. Музыка как бы она тоже внешняя, но в то же время она как бы такое внешнее, что оно гармонирует с нашим внутренним. В музыке внутреннее и внешнее, оно слопывается, и нет вот этого разрыва. Недаром об этом Ницше пишет, что в музыке природа празднует свое единение. Все как бы в одном неком едином поры. Вот этого разрыва, субъекта объектного нет. Почему его нет? Потому что музыка как внешнее, оно и внутреннее. Потому что мы внутри сами мелодии, и во вне мелодии. Все в этой музыке объединено. В одной природе объединено. А не так, что восприятие, мы созидцательно как бы в пространстве, а когда мы переживаем сами себя в рефлексе, мы во времени. Не так. Мы же себя не схватываем в пространстве. Рефлексия не осуществляется в пространстве, она не осуществляется в виде пластических образов. Рефлексия – это всегда переживание, всегда схватывание себя во времени. И вот рефлексия может моделироваться только в прослушивании музыки. Я слушаю музыку, вижу, наслаждаюсь музыкой, но на самом деле я как бы то ли наслаждаюсь музыкой, то ли наслаждаюсь самим собой. Потому что в музыке моя собственная сущность, мое «я», оно воплощено. Почему? Потому что именно благодаря тому, что я растянут во времени, вот я вот это, то, что я знаю, вне времени, да, но темпорально растянут во времени, да, благодаря моей вот этой растянутости вообще возможно, что музыка звучит как мелодия, что вот не просто звуки звучат какие-то как афония, а что для меня это складывается мелодия. В том, как вы изначально понимали переживание, у нас как раз тоже было это отсутствие разорванности. То есть мы говорили, что переживание может быть предмет. По полнометическим разорванным. Есть пространство, но есть... Переживание может быть предмет, но это как бы не отменяло того, что мы как бы переживать можем беспредметно. Нет, дело в том, что... Не об этом ничего. Да, есть некое внешнее. Как мы определяем, что оно внешнее? Оно в пространстве. Все, что в пространстве, оно внешнее для нас. Вот есть внутреннее и внешнее. Как а? А что такое внутреннее? Внутреннее все, что в переживании. Не, ну, не знаю, там мысль у нас есть, она в пространстве. Мысль, нет, мысль это особого рода. Мысль пока. Мы сейчас на самом деле, когда говорим о музыке и вообще говорим об искусстве, мы находимся не в сфере мыслей. Это сфера искусства. Так вот различать внешнее и внешнее пространство. Если мы с точки зрения мысли будем говорить, мы просто искусство похороним. Потому что с точки зрения мысли никакого искусства нет. Это просто различные формы мыслей каких-то. Вот есть мысль одна, и она воплощена в произведении искусства, в статуе. А есть мысль другая, она воплощена в картине. А есть третья, она воплощена в музыке. Мысль везде обнаружит только мысль. Если ты различаешь внешнее и внутреннее, по принципу, если что-то пространство, значит оно внешнее, а если оно не пространство, значит оно как бы не может быть внешним, то это различие как бы... Я солидаризирую с Кантом, просто. Вот есть внутреннее чувство, а есть внешнее чувство. Внешнее чувство – это пространство, это пространство, а внутреннее чувство – это время. Я в этом солидарен с Кантом. Я не пытаюсь что-то придумать здесь. То есть внутренняя форма чувства – это время, внешняя форма чувства – это пространство. То есть все, что внешнее, оно в пространстве. А что такое «вовне»? Это пространственная характеризация. Во – вне, да? Различение двух пространств. И вообще говоря, внешнее – внутреннее, внешнее, в пространстве опять же. Как ты различишь во времени, внутреннее и внешнее? Никак. Так вот, «вовне» и вообще все различения внутренне и внешне – это в пространстве, Но само это внутреннее не в пространстве. Если бы внутреннее тоже было в пространстве, тогда бы одно пространство с другим склеилось, и все. А внутреннее во времени, то есть оно существенно иное. Поэтому внутреннее переживание, а во вне восприятие, или созерцание. Хотя слово созерцание надо использовать, говорят и про внутреннее созерцание. Лучше говорить так, во вне восприятия, а внутри переживания. И тогда получается так, что когда мы воспринимаем музыку как бы во вне, то есть мы слышим ее, то в связи с субъектом объектной различия, различие внутреннего и внешнего, оно стирается. То, что и во вне, и внутри возникает никакая гармония внутреннего и внешнего. И вот у Ницчера, и у Шопенгавара возникает некая гармония, единство мира. В музыке возникает это единство. Воле как представления схлопываются? Да, то есть представление схлопывается, и все становится волю. Как когда, подожди, схлопываются представления? Потому что представление редуцируется к времени. В данном microscopе. А, вот так. Потому что она как, знаете, как весь такой образ Покров-Майм. Покров-Майм срывается, потому что это как бы иллюзия. Это внешнее пространство, иллюзия, она срывается, и мы видим фундамент, изнанку мира, а изнанка мира это воля. Все становится волей.